Здравствуйте, коллеги! С вами Максим Амельничук, автор проекта Риэлтор на Миллион. Продолжаем серию видео, в котором разбираем, чему риэлторы могут научиться у политиков. Сегодня речь пойдет о предвыборных программах. Если вы внимательно понаблюдаете за выборами губернаторов, мэров городов, то обратите внимание, в большинстве случаев реклама политических партий, каких-то движений или конкретных кандидатов, она очень беззубая. Если мы проанализируем ошибки, по какой причине тот или иной кандидат не набирает нужного количества голосов и не может победить кандидата-фаворита, то обнаружится следующее, что кандидат в течение длительного времени никак себя не проявлял. Он не проявлял себя как политик, он не был активен, он не собирал клиентскую базу, он, в общем, он не заботился, он не поддерживал связи с людьми. Он стоял в стороне и ждал начала рекламной кампании, предвыборной рекламной кампании. Как только рекламная кампания началась, он, ну, получив какие-то деньги, или используя свои деньги, или используя средства его сторонников, начинал активно рекламироваться. В этот момент у большинства людей наступает, вернее, как люди ставят перед собой некий забор, погружаются в некий кокон и ничего не хотят ни слышать, ни видеть. Поэтому все деньги, которые в этот момент тратятся на телерекламу, на интернет-рекламу, на какие-то баннеры, которые с безумной цены, по которым продают им по безумным ценам, к слову говоря, все рекламные кампании удваивают, а то и утраивают стоимость для политической рекламы. И во многих случаях только это является, скажем так, причиной не закрывать то или иное средство рекламы, они ждут, когда, наконец-то, начнется предвыборная программа. И, в общем-то, получается, ситуация не очень хорошая. Огромные средства сливаются, результатов никаких нет, беззубые какие-то штены, эти плакаты, какая-то реклама непонятно на тебя обрушивается, люди, которых ты не знал и которые пытаются тебе что-то доказать, что вот это правильно, а вот это неправильно. В общем, большинство людей это игнорирует, и результат выборов по этому в большинстве случаев предсказуем. Сейчас мы подробно разобрали, что не нужно делать. А теперь разберем пример, на котором можно научиться. Можно научиться собирать клиентскую базу, поддерживать коммуникации и привлекать новых сторонников. Если говорить про агентство недвижимости, то клиент. Обратите внимание, разберите подробно рекламную кампанию, предвыборную кампанию, которую проводил Алексей Навальный на выборах в мэры города Москва. Компания очень грамотная. Есть все элементы, которые, вот если вы посмотрите предыдущие вебинары, которые есть на нашем сайте, это и создание потока клиентов, и конкурентная борьба, и удвоение прибыли агентства недвижимости. Вот во всех этих вебинарах я рассказываю о структуре, что создание клиентской базы, оно, это не какое-то одно действие, это целая система. Вот как раз у Алексея Навального была система. Было, то есть он вел активно блог еще до того, как началась предвыборная кампания. Второе. Он пошел в люди. Его сторонники раздавали огромное количество газет. Они раздавали их бесплатно, из рук в руки, очень просто, понятно написано. Вот, кстати, посмотрите предыдущие серии видео, где я рассказывал о простоте, доступности, понятности информации. И, кроме этого, они использовали живые встречи. Во время предвыборной кампании я несколько раз был в Москве и наблюдал эти кубы около многих станций метро. Таким образом, как политик, что мы можем взять на вооружение у этого политика? За несколько лет Алексей Навальный создал базу подписчиков своих в численности, насколько я помню, несколько сотен тысяч, которые его читают, которые его смотрят, которые следят за всеми его статьями, за всеми его записями в блогах. Кроме этого, огромными тиражами были разданы газеты и огромное количество встреч. Все это дало неплохие результаты. Да, он не смог победить на выборах мэра, но процент, который он набрал, был очень высокий. Как это можно внедрить, что из этого можно внедрить в агентство недвижимости? Ну, во-первых, начните собирать клиентскую базу. В компании может быть один из представителей, выступать в качестве эксперта. Он может комментировать события, он может привлечь людей своей точкой зрения, как он освещает рынок недвижимости. Второе. Живые встречи с людьми. Эту технологию очень сложно победить. На выборах мэра в Красноярске, один из кандидатов, сложно было представить, что он вообще наберет какое-то количество голосов, но за счет того, что они провели огромное количество встреч в жилых массивах, он вышел уверенно на второе место. Эта технология работает, работает не только в политике, работает у риелторов. И, наконец, третье. Это газеты. Кто-то говорит, что газеты умерли, не слушайте, не верьте. Наша компания использует все три технологии, о которых я рассказал. У нас есть обзор цен на квартиры, у нас есть огромное количество подписчиков. Для нашего города это большая цифра, порядка 20 тысяч человек на сегодняшний день подписаны и получают от меня информацию об уровне цен в нашем городе, о событиях, которые происходят в нашем городе и ведут активную переписку. Второе. Мы выпускаем газету. Несмотря на то, что я получаю много вопросов, неужели газеты кто-то читает. Да, часть людей читает газеты. Правда, мы выпускаем сейчас журнал, мы от газеты отказались. И, наконец, третье. Это живые встречи. На живых встречах происходит максимальная конвертация клиентов из потенциальных в реальные. Задумайтесь об этом. Если вы еще не смотрели наш вебинар продажа недвижимости оптом, посмотрите его, там об этом подробно рассказано. Берите на вооружение технологии, которые используют политики, внедряйте в агентство недвижимости. С вами был Максим Амелинчук. Под этим видео я указал вебинары, которые полезны, которые освещают эти темы, как то сбор клиентской базы, публичные выступления и маркетинг, с помощью которого вы конвертируете клиентов. Смотрите эти вебинары, внедряйте эти технологии. С вами был Максим Амелинчук. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!